здравствуйте дорогие зрители с этим роликом который вы сейчас смотрите мы запускаем серию коротких видеороликов о нашей истории и культуре до этого мы уже говорили о нашем самоназвании том почему государство образующий этнос азербайджана имеет самоназвание тюрк и там мы подробно рассмотрели во всех исторических периодах наше самоназвание в другом ролике мы обсудили все построенные нашими предками государства которые охватывали территорию азербайджана кстати этот ролик недавно вышел на тюркском языке и по сути является дополненной версией видеоролика на русском мы ее там несколько расширили дополнили и было принято решение разделить ее на две части кстати там же мы говорим о причинах почему мы ведем свой канал преимущественно на русском языке вот эти вот наши ролики а историю нашей государственности и о нашем самоназвании обязательны к просмотру ссылки на них будут в описании к этому видео и в правом верхнем углу тоже будут ссылки так вот я думаю что теперь можно затронуть тему которую мы в предыдущих роликах коснулись лишь вскользь время обсудить некоторые аспекты устройства армии в этих наших государствах акцентировать внимание будем на государства сифвидов и каджаридов потому как по отношению к ним существует очень много различных предвзятых мнений которые ни на что не опираются как несложно догадаться эти государства мы называем тюркским не только потому что правящие элиты правители этих государств были тюрками но и в том числе потому что армии в этих государствах набирались практически полностью из тюрков то есть набирались из соплеменников правящей элиты остановимся подробнее почему так получилось и этим мы коснемся еще некоторых важных моментов тут надо понимать что далекого от этой темы человека может спутать то что европейцы все государства охватывающие территории ирана по старой памяти называли персией и это несмотря на те названия которые использовались именно в этих государствах по отношению к себе однако европейцы также очень подробно описывали нам и социальные межэтнические отношения в этих государствах состав армии происхождение шаха и его свиты их отношение к собственно говоря персам приведем источники о временах сефевидов мехмандар баши или представитель послов всегда находится при короле с посохом в руке на которую он опирается он носит на голове тадж казалбашский тюрбан эта разновидность головного убора в великом почете поскольку они говорят что он посвящен двенадцать имамам или персидским святым все ханы и казалбаши носят его в торжественные дни но татам персам как носящим длинные одеяния нельзя надевать его даже самому этмадоулату поскольку он не воин казалбашские оймаки или скорее индивиды в этих оймаках образовали закрытую классовую группу со специальными привилегиями и обязанностями вращающимися главным образом вокруг их военных функций и особой близости к дому сефевидов представляется довольно ясным что ко времени шаха исмаила индивид более не становился казалбашим только из-за принятия стороны дома сефевидов индивид становился казалбашим только путем рождения в одном из оймаков связанных с домом сефевидов это означало что покоренное население даже приняв шиитское течение и дом сефевидов не становилось и не могло стать казалбашими поскольку она находилась за пределами организации оймаков по этой причине после завоевания шахом исмаилом населения ирана в целом делилась на два замкнутых класса на казалбашей и всех остальных всех остальных в источниках обычно называют расплывчатым термином таджик противопоставления казалбаша которых называют тюрками приведем источник со времен каджар рекрутская повинность отправляется в азербайджане с особенной старательностью еще и потому что царствующая ныне в персии династия каджары принадлежит к тюркской крови и следовательно по необходимости должна искать надежный опору в соплеменниках они в южных персах большая часть фолджей батальонов набирается из оседлых племен тюркской расы и преимущественно в азербайджане из 76 батальонов составляющих персидскую армию лишь шесть или семь состоят из персия термин таджик используется в иране как мы уже отмечали в противоположность термину тюрк мирный противоположность воинственному и он применяется в отношении покоренных персов со стороны их тюркских господ доходило даже до того что для солдата это считалось позором служить под командами персидского офицера и так как казалбаши относились к персам по мнению казалбашей таджики или не тюрки уничижительный термин применяемый ими в отношении иранцев в целом подходили только для счетоводства и общих административных дел они не имели права осуществлять военное руководство и казалбаши считали позором служить под командованием иранского офицера приведу другой источник со времен сифивидов другого автора но который показывает абсолютно такую же ситуацию в этой империи вдобавок задаванию тона в управлении и утверждение себя в качестве военной элиты казалбаши туркманы образовали главную часть новом государстве шаха исмаила казалбаши презирали персидские традиции и не смешивались свободно с персами они были людьми меча и находили позорным быть под командованием персов то есть таким образом перед нами выстраивается четкая картина положения персов в этих государствах которые европейцы именовали персией отношения эти на самом деле можно охарактеризовать как отношения между завоевателями и завоеванными то есть угнетенными персы не рассматривались как воины были лишены огромного количества привилегий обладателями которых несомненно являлись тюрки дорогие зрители когда я говорю каджары империя каджаридов у многих может сложиться впечатление что это где-то там далеко но я уточню это государство закончил свое существование лишь 1925 году когда к власти пришла персидская династия пехлеви и на корню изменила положение тюрков в этом государстве слово происхождение этой династии самого реза шаха пехлеви будет отдельный видеоролик там поверьте очень много интересного подписывайте наш канал ставьте лайки рассказывать о наших видео друзьям отправлять это видео всем кто называет эти государства персидскими или считает что тюрки в этих государств защищали интересы персов с нами будет интересно до скорого